Артисты готовятся к выходу на сцену, прокручивают слова о роли, гримируются и немного переживают. Сегодня премьера, поэтому волнения не избежать. Тем более, что театральный коллектив выступает не в привычной для себя обстановке. В связи с реконструкцией Дома культуры, твит в новом сезоне переселился в кинотеатр «Искра». Мы стараемся, наверное, от большой любви к театру и от желания принести радость зрителя. Даже в таких условиях, не на своей сцене, где нет кулис, где нет штанкетов, ничего, но выбрали такие спектакли, которые можно показать в этом помещении. Спектакль «Твида» – всегда яркое событие в жизни нашего города. Публика с нетерпением ждет известия о предстоящей премьере. Иногда даже, вот мы не знаем, я вот в мае пропустила один спектакль, но с удовольствием всегда хожу и второй, и даже иногда третий раз на спектакль. Это всегда замечательно яркое событие. Я получаю огромное удовольствие, и это удовольствие продолжается не после спектакля, еще не один день. Так что я счастлив, что попадаю на такие замечательные спектакли. Пьеса Леона Огулянского «Бабушкин сон» собрала на одной сцене целое созвездие твидовцев. Олег Садовский, Олег Федоров, Татьяна Прохоренко и Сергей Ларин, а также три прекрасные Елены – Матрёнина, Столярова и Рогозянская. Ну что, обвиселись? Правильно, что по пикунству надо было. Ладно, здравствуйте, мои дорогие. Показали целоваться по одному. Боись, это все мскоро. Мамочка. После небольшого тайм-аута приятным сюрпризом для публики стало возвращение на сцену Елены Рогозянской и сразу на главную роль. Тяжеловато, честно говоря. У меня был момент, когда я хотела от нее отказаться, потому что я понимала, что не прокопаю глубину. Ну, не знаю, потом Лариса Сергеевна говорила. В этом году театральному коллективу будет 40 лет. Такая же долгая творческая жизнь и у актера Твида Олега Садовского. Немало было премьер на его счету. Но и он, и его коллеги обещают, что сегодняшняя пьеса многих удивит, хотя и анонсируется как комедия. Ближе даже она не чистая комедия. Она, наверное, траги-комедия, не траги-комедия. Сложно сказать, потому что есть моменты, то есть, да, веселые, где будет народ смеяться. Но в итоге, в общем-то, надо будет подумать над всем произошедшим на сцене. Пьеса, она про жизнь. О том, как каждый ищет свой путь в жизни, что в результате он достигает, какими способами и какими потерями. Актеры готовы полностью прожить, даже не сыграть, а прожить именно вот те перипетии жизненные, о которых говорит автор. Я уверен, что ни один, ни один зритель не уйдет с этого спектакля без того, чтобы после, как говорится, финала не сказать. Слушай, а ведь это действительно так. Но не это главное. Главное, что вы были вместе. Вместе. Вы занимались общим делом, мы обедали вместе, пили чай. Разве это можно измерить в денежных знаках? Как нельзя измерить человеческие чувства в денежном эквиваленте, так нельзя измерить и теплоту, с которой публика приняла пьесу. Но пусть не расстраиваются те, кто не смог прийти на премьеру. Этот спектакль будет показан и в осенний сезон. Елена Бабина и я, дамя Екатерина Чернышева. Видное ТВ.